Я могу сказать очень нескромно, что моя роль в этом тоже достаточно велика. Потому что у меня в моих поклонниках и слушателях миллионы русскоговорящих людей во всем мире. И они все хотят мою школу. Они все хотят покончить с этой страшной школой средневеков. Я до интернетовской эпохи, они хотят создать не клиповую школу, а школу ассоциативного мышления. То есть то, как она и должна быть. Школу радости, школу театра. Потому что когда я предлагаю альтернативы тех школ, которые были, школа тюрьма и школа армия. Но говорю, есть третий вариант. Школа театра. Выбирайте. Все кричат театр! Не хотим ни армии, ни тюрьмы для детей. Потому что разве можно ребенка 10 лет лучшие годы жизни? От 6 до 16, до 17, да? Держать в тюрьме или в армии. Если вы готовите профессионального офицера или убийцу в военных делах, конечно, продолжайте. Но я, например, наблюдаю, да, что у людей появляется сначала желание проникнуть в музыку, проникнуть в изобразительное искусство, проникнуть в тайны поэзии. А потом начинается, когда они проникают, у них появляется собственное желание. Я же теперь познал много тайн. Почему у меня очень многие мои выступления называются «Тайные знаки культуры». Потому что первая и главная задача, которой я занимаюсь, да, избавить какое-то количество людей от поверхностного, первоуровневого восприятия произведения искусства. Потому что на первом уровне ничего нет, только сериалы. Или попса. А на втором уровне идет другая жизнь. Там параллельный мир. Только на втором, а на третьем. На третьем разговор с Богом. А на седьмом. На седьмом человек уже гениален. Он такой же гений при восприятии, как гений, который созидает то, что он воспринимает. Начинается совершенно новая стадия восприятия. И это очень важно. Когда я спрашиваю филологов, например, как прочесть первые строчки Пушкинского стиха «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, заботы суетного света, он малодушно погружен». Прочтите. И все читают именно так. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, заботы суетного света, он малодушно погружен». Естественно, рифмуется «поэта света», поэтому нужно подчеркнуть «поэта и света». Я говорю, теперь давайте все-таки подумаем. Вы же полностью уничтожили мысль. Кто такой Аполлон? Бог Солнца. Так теперь смотрите. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, заботы суетного света». Речь идет о том, что Пушкин противопоставляет два типа света. Солнечный, божественный, ренессансный и суетный. Причем суета – это не великосветский Петербург. Это не свет питерский, как честно воспринимают, да? А это свет мерцающий, не солнечный, искусственный, суетный, в котором даже свеча горящая, она не в состоянии удержать поток света. Она все время мерцает. И попробуйте читать книгу при свече, если на свечку дуло из угла. Видите, Пушкин уже не христианский поэт, на самом деле. Он, как и все великие поэты этого уровня, Байрон, Шелли, Киттс, Вортсворт, он поэт ренессансный, а значит, античный. У него ссылок на Христа нет. Только когда он боялся и пугался Святейшего Синода, тогда он быстренько писал что-нибудь на потребу дня, чтобы они от него отстали. А так он настолько античный, что самый античный, он куда более античный, чем англичане. Потому что он поэт протеста, он пятая колонна. Видите, он не может смотреть на этот абсурд. Почему у него поп-толуконный лоб, который все время хочет обмануть балду и бесплатно его содержать? Это же была тенденция, это было знание. Он высмел не случайность в наше время, когда идет ренессанс не этот, а другой в обратную сторону. У нас сейчас пытаются попа заменить на Кузьму. Но если они это делают, то они не понимают просто сути сказки Пушкина, где поп-о, а балда-а. Если Кузьма, то вся сказка пропадает, как музыка, напрочь. Пушкин когда-то набросок сделал про Кузьму, потом все это выбросил чертям собачьим и начал писать поп-толуконный лоб. Балда! И пошла вся сказка борьба о я.